Всем привет из Хопенрагена или сейчас из Линду. Я вот пришла на шоппинг-центр, здесь всегда что-то происходит и в данный момент здесь как бы самсо, это остров датский, он знаменит картошкой и также он знаменит летним фестивалем. Вот они проводят такую небольшую презентацию своего острова, раздают журнальчики, раздают скидочные купоны на поезд на пароме и вот еще девушка с таким вот птицем, я так понимаю, сова. В общем тут наблюдающие. Я надеюсь, что мне надо кривышки на марше. Сейчас мне так облаженнее. А еще кому не кискаде, чтобы они фестивалем. Сюда мангкер я фортикер. Подержать, что есть 30 крон. Так что, если кто-то захочет посетить Данию, не только Катер-Данию, Данбро пожалует на Сансо. Вот такая прикольная солушка. А, вернулась, не хочет снимать. Ну, продолжение пасхальной темы. Я сейчас нахожусь в Котексе, это наш продуктовый магазин. И вот здесь вот такие вот яйца. И разные зверушки, это все шоколады. Все это сделано до Пасхи. Вот, например, вот такие вот шоколадные яички. Все это сейчас стоит 2 за 25 крон. Вот здесь немножко поменьше. Это пролине. Вот есть такие огромные яйца. Этот набор с молочным шоколадом. Он стоит 50 крон. Вот здесь немножко меньше. Они стоят 34 крон. А есть вот такие вот огромные. Это стоят 149 крон. И они как бы с темным шоколадом. А есть еще со светлым, с молочным. Вот есть такие маленькие яички. Сейчас покажу. Это тоже все шоколадные. Киндеры. И вот еще. Счастливые Пасхи. Вот такой вот набор шоколадных яиц. Сделаем как будто бы это настоящие яйца. Но это все шоколад. А вот еще очень красивые такие фигурки. Шоколадные зайчики, котята, яички. Вот еще вот. Тоже наборчик. А это такая как бы пена. Сладкая пена облитая. Но это не облитая шоколадом, а просто сладкая пена. Вот есть такие. Тоже шоколадные. Ими можно опрасить что-нибудь. Есть вот такие наборы шоколада. Это тоже все для Пасхи. А вот есть еще шоколадные зайцы. Чашка с игрушками. Это тоже шоколад облитый глазурью. Это все здесь для Пасхи. Вот еще есть монеты шоколадные. Это вот так вот все выглядит. Такая огромная витрина. А вот есть еще курочки. Сейчас покажу курочки. Это вот шоколадная курочка, которая несет шоколадные яички. И, конечно же, есть от киндер-сурприз. Набор шоколада с хэн-фу пандой. И вот такое вот мельцо от Forever Rocher. Еще есть такая кондитерская фирма Антенберг датская, которая делает очень вкусные сладости. Очень вкусный у них шоколад с марципаном. А вот они делают еще такие, это называется, птичьи яйца. Там тоже, например, марципаны и 24 штучки. Они сейчас потекут. Это все стоит в птичьи гель-про. Вот еще пастальная тематика. Такие прикольные зайцы. Шоколадные огромные. И есть еще вот поменьше. Тоже такое яйцо шоколадное. Но это еще есть не все. Вот в такую яичную упаковку. Здесь написано хорошей паски. Гоу-паски. Здесь упакованы тоже всякие разные шоколадики. Есть и фикс, и просто шоколадные зайцы, и бусинки, и чупа-чупс. Вот так основательно здесь они готовятся в паске. А вот у нас еще такое тоже яйцо. Это светлый шоколад, молочный шоколад. Наверное, здесь самый дешевый. Ну, а также здесь вот разные такие вот дрожжи паскальные. Они с разными напомнителями. Это, например, свистки. Здесь тоже в яичке. В яичке. Здесь шоколады, лакрицы. А это просто сахарные. Здесь еще вот такие вот. Тоже в яичке. Но они продаются в прадах или в год. Также вот здесь вот такая огромная витрина. в яичке, в котором продаются украшения на Пасху. Вот здесь вот такие овечки, яички, прикольные зайка. Он такой соломенный. Ну и разные фигурки. А, вот еще есть такие деревянные, которыми можно украсить в веточки. И тоже маленькие яички. Это такие для подарков. А вот эти яйца, они пустые. Сюда можно самому запаковать какой-нибудь подарок и подарить на Пасху. Они есть любые выборы. Если пьют поменьше, то есть там належат побольше. Ну и конечно огромный выбор разных фалфеток с пасхальной тематикой. Вот есть такие фалфетки. Они фетровые. Их кладут на середину стола. Вот она такая большая. Она вырезанная. И ними тоже украшают стол на пасхальный бранч. Здесь вот такие вот разные фигурки. Ими тоже можно украсить стол или их обычно, знаете, втыкают в цветочные горшки. Ну вот с этой стороны такая витрина в более пастельных тонах. Такой себе шебешик. Это подсвечники. Это тоже подсвечники. Это подсвечники. В основном здесь подсвечники. И такие фарфоровые саянцевые украшения. Вот есть такие яйца. Вот такие яйца для украшения. Веточек. А есть вот такие вот огромные зайчики. Которые, например, можно поставить в прихожей. Ну и естественно веночек. Это называется ханце. Яйца. Ее нужно самому как-то украсить с яичками и повесить, например, на дверь с прихожей или еще где-нибудь. Ну и вот как я уже варила, яйца немножко побольше. Вот там вот наверху нарисовано. Скажите, яйца можно самому оформить. Сюда можно наложить шоколадных яиц или еще каких-то конфет и подарить. Ну и конечно же различные свечи. Украшения очень любят хюги. Это такое чисто датское. Укаживать свечи и сидеть уютничать. Вот такие вот есть салфетки, на которых написано гупоски, хорошие пасхи. Вот есть еще проволочные яйца. Ну и различные-различные свечки, как я уже сказала.